В 1979 году в руки советских учёных попал необычный материал. Мелкий светлый порошок доставили с места посадки НЛО. Во время одного из экспериментов субстанцию нагрели до 1160 градусов. На глазах учёных вещество превратилось в свет и исчезло. Его масса стала равна нулю. Но после охлаждения порошок вновь появился в мензурке. Учёные предположили, впервые в истории у них в руках оказалась протоплазма. Первородное вещество, из которого когда-то был сотворён весь мир. Согласно Библии, Бог сотворил свет в первый же день творения. Процесс создания мира во всех известных религиях начинается именно со света. Но только в 20 веке учёные смогли понять, что такое свет. С научной точки зрения, это поток энергии, которую переносят вполне материальные частицы, фотоны. Это показал Эйнштейн впервые на фотонах, когда он показал явление фотоэффекта, доказал, рассчитывая, что фотон, показывая, что фотон – это частица. Фотоэффекты и формулы точно показали совпадение с экспериментами. И в то же время было строго доказано на экспериментах альтернативная точка зрения, то, что фотон – это волна. Свет и материален, и нематериален одновременно. Но главная его особенность в том, что он вечен. Фотоны не стареют. Свет от далёких звёзд может идти до нас миллионы лет. И придёт неизменным. Только благодаря фотонам мы можем видеть всё, что находится вокруг нас. Эти исследования породили ещё одну гипотезу возникновения мира. Согласно ей, мир создан из света. И может быть превращён обратно в свет. Доказательство такого превращения – обычная электрическая лампочка. Когда мы, например, включаем свет, вот наше освещение, в этот момент включения света собственное время для части нити накалывания электронной лампы останавливается. И он превращается в фотон, который мы регистрируем, который освещает всё вокруг. Но собственное время фотона равно нулю. То есть любое существо, обладающее способностью видеть, поддерживает постоянный контакт с вечностью. Существует несколько ступеней такого контакта. Поднимаясь по ним, человек познаёт тайны мироздания. Недаром некоторых людей называют просветлёнными. Ну, такие люди, как Кармапа, Далай-Лама, они отличаются от других людей тем, что если смотреть тонким энергетическим зрением, можно увидеть у них необычную светимость, которая нет у обычных людей. У них очень ровное, чистое энергетическое поле. И как вот лучи такие очень прямые, светлые, чистые. Как правило, это разноцветные лучи. Но, в принципе, вот практики таких уровней, они часто прячут свою светимость, чтобы их просто не узнавали. Александр Осиев уже много лет занимается буддийскими практиками. Путешествует по странам Востока и лично общается со свидетелями удивительных превращений. В Тибете многократно фиксировался факт растворения человека в радужном свете. Там такие случаи никого не удивляют. Ну, в 20-х годах 20-го века был такой боннский учитель Шарцарин Почи, который достиг радужного тела. А в 50-х годах достигли радужного тела там некоторые практикующие. В 80-х годах в Индии там было достижение радужного тела. В многолетних медитациях тибетские ламы учатся отделять разум от тела. В итоге тело становится лишним. Разум забирает его с собой в вечность в виде абсолютной энергии. Китай. Малодоступная высокогорная часть Тибета. Монах одного из монастырей показывает маленький домик и фотографию собственного деда. В 60-х годах прошлого века лама попросил себя не беспокоить и закрылся в уединении. А через неделю изо всех щелей домика стал виден радужный свет. Когда стали появляться радуги, многочисленные радуги, как обычные, которые мы видим, так и вертикальные, горизонтальные, которые в обычном мире невозможно увидеть, особенно горизонтальных радуг. После этого, когда вошли в палатку, тела человека уже физического не было. Осталась только одна одежда, в которой не было тела. У тех, кто своими глазами наблюдал этот процесс, не осталось никаких сомнений. Тело ламы превратилось в свет. Превращение в свет описывается во всех без исключения документах, когда речь идет о чуде. Самое известное – описание вознесения Иисуса Христа. Описание ухода в некую пространственную дыру, я не знаю, или временную дыру, или уход в параллельное существование, с некой такой вспышкой энергетической. И именно, когда он является потом апостолом, когда он является потом Марией, происходит то же самое, происходит энергетическая вспышка, появляется его образ. Что это, как недоказательство возможности перехода в вечность и обратно? С точки зрения техники, именно свет является самым быстрым и надежным переносчиком информации. Планета уже опутана оптиковолоконными линиями. Интернет, мобильная связь, суперкомпьютеры – лишь небольшие возможности света. Интересно, что Библия не ассоциирует свет с Солнцем. В первый день творения Бог создает некий абстрактный свет. Он не имеет источника и является предшественником всего остального мира. В том числе и Солнца. Как источник света и тепла, наша звезда создается Богом только на четвертый день. В своей точности система Солнца-Земля уникальна и не перестает удивлять ученых. 18 тысяч лет назад Солнечная система имела несколько иную конструкцию. И любой профессиональный астрофизик вам подтвердит, что то, как устроена Солнечная система сейчас, это ненормально. Такое может произойти только в том случае, если была осуществлена искусственная перестройка Солнечной системы. Спор о сотворении мира, пожалуй, главный во всей истории человечества. Материалисты утверждают, началом всего 15 миллиардов лет назад стал Большой Взрыв. Его энергия до сих пор расширяет Вселенную. Миллиарды лет понадобились эволюции на формирование звезд и планет, а после на появление и развитие жизни. По библейским записям, наш мир был сотворен Богом гораздо позже. Около 6 тысяч лет назад. А весь процесс занял всего 6 дней. Но есть и гораздо более древние источники. Мои масонские легенды говорят о том, что когда-то давным-давно на нашу планету с двух созвездий, созвездия Ориона и созвездия Лебедя, прилетели совершенно разные две экспедиции. И они не стали воевать здесь, потому что они были дружественные и миролюбивые, а решили освоить Землю и создать здесь некий такой оазис. Начали воспитывать маленьких людишек в Гипербореи. И потом передали им какие-то знания. И когда Гиперборея утонула, они уплыли в Му, потом в Лемурию, потом в Атлантиду. И потом из Атлантиды уже пришли и принесли свои знания египетским жрецам. О временах Атлантиды, Лемурии и Гипербореи существуют только мифы и легенды. Относительно достоверные сведения о некой цивилизации создателей начинаются с текстов древнего Египта. Их анализ позволяет сделать однозначный вывод. Представители высшего разума присутствовали на планете. Это были те египетские боги. Все эти Осирисы, Изиды и так далее. И среди них был бог тот. Бог тот, который был знатоком знаний мертвых, как нам говорят. То есть это значит не мертвых, а усопших. Мы подменяем понятие, я уже говорил, подменяем. Усопшие – это значит ушедшие. Те, которые ушли и оставили ему знание. Считается, что именно тот написал и передал потомкам один из древнейших письменных документов Земли – Египетскую книгу мертвых. Немалую роль древние тексты уделяют происхождению мира и человека. Многие из них не расшифрованы. Стены храма богини Хадхор в Египте содержат тексты так называемого «дендерского зодиака». Этих зодиаков не один, их пять. Есть круглые, есть линейные зодиаки. И вот в этих зодиаках методом стоп-кадра изложена информация, катастрофная информация о событиях, происшедших в Солнечной системе за последние, ну, как минимум, 18 тысяч лет. И вот здесь мы находим не просто тексты о том, когда, где и упали какие-то астероиды, и к чему они привели, но описаны и последствия судьбы тех планет, которые изменили свою географию, на которых изменились условия. Тексты дендерского зодиака сохранились в изначальном виде. Знаки нанесены на стены две тысячи лет назад и переписаны с гораздо более древнего источника, находившегося на этом месте храма времен Древнего Царства. Астрономические сцены повествуют о состоянии Солнечной системы до глобальной катастрофы. Земля, например, была на другой орбите. Она была гораздо ближе к Солнцу. Рядом с Землей не было Луны. Вокруг Солнца не вращалась Венера. Пояс астероидов не существовало. На этом месте было огромное космическое тело. Летала планета Фаэтон. Марс тоже был ближе к Солнцу, как и Фаэтон, немножко ближе к Солнцу. И эти три планеты были заселены. Фаэтонцы были двухметрового роста с синеголубым цветом кожи. Именно такими до сих пор изображают богов в древних индуистских религиях. Марсиане были ниже ростом и имели белый цвет кожи. Обе цивилизации развивались параллельно в течение шести тысяч лет и достигли несравнимых с нами знаний. Земля для них была источником полезных ископаемых. Следы масштабных разработок кое-где видны до сих пор. Любой человек, если он зависнет на вертолете или на самолете низко над Кольским полуостровом в районе Лаватерских тундр, вы увидите, и в книге я привожу эти фотографии, 17 гигантских выработок. Это котлованы, миллиарды, миллиардов тонн породы ураносодержащей, кто-то извлек и куда-то унес. Потому что нет ни дорог, нет, мягко говоря, предприятий, кто бы переработал все это. То есть явно техногенная выработка. Это не природное выветривание и так далее. Но где порода? Несколько лет назад в разрушенном городе Теотиоакане в 40 километрах к северо-востоку от Мехико под пирамидами обнаружили подземный туннель. В нем были помещения, отделанные минералом под названием мусковид. Но этот минерал вообще не встречается в Мексике. Кроме того, он обладает очень интересными свойствами. Мусковид – идеальный изолятор. Он экранирует магнитные и электрические поля и выдерживает температуру до 850 градусов Цельсия. Несколько слоев этого материала обнаружено под каменным полом слюдяного храма Теотиоакана. В другом храме археологи обнаружили целую камеру из слюды. На стенах камеры сохранились следы ртути. Вероятнее всего, эти резервуары с ртутью служили своего рода заправочными станциями для летательных аппаратов. Слюдяные камеры были законсервированы 12 тысяч лет назад. Цивилизация Марса и Фаэтона готовились к катастрофе. В это время Солнечная система приближалась к огромному поясу астероидов. Последствия столкновения с ними описаны в текстах храма Хадхор. Марс раскололся от этого удара. Марс потерял магнитное поле. Он практически потерял атмосферу. Он ушел от орбиты, со своей орбиты. Но эта судьба все-таки менее трагична, чем судьба Фаэтона, от которого остался только пояс астероидов. Я-то могу с полной уверенностью сказать, что Фаэтон был разбит вследствие столкновения с очень крупным космическим телом. Это был планетоид. Земля пострадала меньше, но ей тоже досталось. Ядро разбитого Фаэтона было притянуто магнитным полем Земли и стало ее постоянным спутником Луной. Это вызвало изменение наклона оси планеты и всемирный потоп. Кроме того, новая система, Земля-Луна, стала значительно тяжелее и удалилась от Солнца, изменив свою орбиту. Для стабилизации на ее бывшей орбите была создана новая планета. В 3114 году по одним текстам или в 3113 году по другим текстам, по китайскому частности, происходит колоссальная вспышка на небе, осветившая Землю с запада на восток, и на небосклоне появляется новое космическое тело Венера. Событие это описывается как конец хаоса, своего рода ремонта Солнечной системы после глобальной катастрофы. Его окончание, выжившие представители марсианской и фаэтонской цивилизаций, дожидались на одной из планет созвездия Ориона. Эти же тексты говорят о появлении новых богов, новых кураторов, коими являются орионцы, и именно поэтому мы находим уже много текстов, переориентированных духовных текстов на Орион так или иначе, и даже пирамиды Гизехские, они ориентированы, как вы помните, на три звезды пояса Ориона. Есть в текстах на стенах пирамид еще одна загадка. После перестройки Солнечной системы в них появляется упоминание об еще одном, не существовавшем ранее объекте. В нашей системе, в нашей половине, не хватает как минимум одной планеты, причем с очень крупной массой. Масса этой планеты, следуя этим исследованиям, соответствует массе Земли плюс масса Луны и нахождение этой планеты на орбите Земли за Солнцем. Шумерские тексты называют эту планету Нибир. По расчетам известного астрофизика Кирилла Бутусова, она составляет абсолютную симметрию Земли относительно Солнца. Размеры нашей звезды огромны, поэтому увидеть симметричную нам планету невозможно. Однако о ее существовании древние прекрасно знали. У пифагорейца Филолая, это последователь Пифагора был, у того была космогоническая модель такая, что в центре системы, вот мы считаем Солнце в центре, а там было следующее, в центре был центральный огонь, Хесна, или Хестия, Гестия так называли, а с одной стороны была Земля, а с другой стороны антиземля. Вот это уже со времен Филолая, это известно. Но я этого не знал, я вот сам допер до этого на основании астрономических данных. Существование за Солнцем еще одной планеты, по мнению Бутусова, вытекает из законов небесной механики. По законоподобия, спутниковая система Сатурна в точности повторяет Солнечную систему. С той только разницей, что на расстоянии, соответствующем расстоянию от Земли до Солнца, у Сатурна находятся сразу два спутника. По проекции, эта пара тел проецируется на земную орбиту. Это как бы для меня еще косвенным подтверждением правильности моей мысли, что на земной орбите должно быть два тела. Так как они находятся в таких же условиях, как и мы, то возникло предположение, что там есть цивилизация. Наука допускает инопланетное происхождение жизни на Земле. Ее простейшие формы могли быть доставлены метеоритами из далекого космоса. Это уникальные кадры. 12 февраля 1947 года между Хабаровском и Владивостоком люди стали свидетелями метеоритного дождя. Гигантская глыба из космоса прорвала атмосферу Земли, разорвалась на части и рассыпалась на территории двух квадратных километров. В тайгу была направлена экспедиция Академии наук. Обнаруженные ей куски метеоритного железа оказались невероятно тяжелыми. Вот этот небольшой на вид метеорит весит 700 килограммов. Исследовав осколки, ученые пришли к выводу, все они некогда были частью одного большого астероида. Пояс астероидов – это пояс, в котором много обломков, много очень маленьких космических тел, которые, в общем-то, следуют по орбитам, которые меняются. Это предполагает возможность столкновения тел в поясе астероидов. Если произошло столкновение, то обломки могут приобретать орбиты, которые могут пересекать орбиту Земли. Михаил Александрович Назаров изучает метеориты уже более трех десятков лет. В коллекции Российской Академии наук их порядка полумиллиона. Значительная часть находится в Московском институте геохимии. У каждого из них есть свое имя и своя история – древняя, космическая и таинственная. Это метеорит Чинге. По классификации, скажем, такое мудреное слово – это атаксид. Вот железный метеорит. Это находки в рассыпях, которые разрабатывались на золото, на Алтае. Там вот, значит, вместе с рассыпным золотом стали попадаться куски металлического железа, которые позднее были определены как метеоритное железо, а местные, значит, старатели из него даже гвозди в свое время ковали. Современные ученые могут увидеть не только структуру любого метеорита, но и изотопный состав того или иного элемента. С помощью этой техники был сделан целый ряд удивительных открытий. В самых древних метеоритах, возраст которых превышает 4,5 миллиарда лет, ученые обнаружили органические вещества. Но что еще удивительнее, вещества эти пришли на Землю из других звездных систем. Значит, в метеоритах совершенно точно присутствуют внесолнечные, или, если это его так же называют, досолнечным веществом, оно как раз связано с углистыми хондритами, поскольку углистые хондриты, совершенно очевидно, это наименее измененное вещество в Солнечной системе. Это зерна, алмазы, корунда, шпинели, которые обладают совершенно сумасшедшими изотопными аномалиями, не характерными для вещества Солнечной системы. Если метеориты действительно содержат органическое вещество, значит, это часть какой-то иной неведомой жизни, которая существовала задолго до появления Солнечной системы. Остается загадкой, что это за жизнь, и существует ли она до сих пор. И не это ли жизнь когда-то создала нашу Вселенную? 13 декабря 1976 года французский автогонщик и журналист Клод Вавилон на своем автомобиле проезжал недалеко от кратера вулкана Пьюда-Ла-Солос. Внезапно какая-то сила заставила его остановиться, выйти из машины и направиться к кратеру вулкана. Поднявшись, Клод был ослеплен ярким мерцающим светом, а через мгновение автогонщик увидел летательный аппарат. Тарелка беззвучно опустилась в нескольких метрах от него. Продолжал наблюдать, увидел, что так же беззвучно выдвигается лесенка. Сначала появились две ступни, он слегка успокоился, что вроде бы делал вместе с человеком, две ноги появилось. Потом тот, кого он сначала принял за ребенок, потому что был рост невысокий у человечка, подошел к нему и с ним заговорил. Инопланетянин сообщил, Клод Варелон выбран им, чтобы сообщить землянам правду об их происхождении. Пришелец попросил гонщика вернуться на это же место завтра и прихватить Библию, очень кстати купленную накануне. В Библии все шаги отражены. И если включить технологическое мышление, то можно понять, что здесь нет никакого мистицизма. Единственное, что было ошибочное слово «Элохим» переведено как «Бог». «Элохим» — это множественное число слова «Элохо», то есть «пришедшие с неба». Это был не «Бог», а «пришедшие с неба». В течение шести дней пришелец рассказывал Клоду Варилону историю человечества. Рассказ подтверждался цитатами из Святого Писания. Все началось с того, что на далекой планете, очень похожей на Землю, ученые сильно увлеклись генетическими экспериментами. Биологические организмы они научились собирать как конструктор. Животные, которых они создали, в общем, сбежали и уничтожили несколько человек, погубили. Тогда правительство, естественно, запретило эти эксперименты. Но вместе с тем они достигли прогресса в исследовании космического пространства и решили переселиться на другую планету. Они отыскали эту планету, эта Земля. На Земле инопланетные генетики занялись увлекательнейшими экспериментами по конструированию различных видов жизни. Так появились растения, птицы, рыбы, а после и млекопитающие. С родной планеты за их действиями наблюдали, как за реалити-шоу. Последним этапом стало конструирование человека. Он должен был быть похож на своих создателей, но приспособлен к жизни в условиях другой атмосферы и силы тяжести. Хотя правительство изначально дало согласие на создание жизни на планете в том случае, если не будет создан человек, который может представлять, естественно, опасность для них. Если он недостаточно мудр, то во время технических прогрессов он может представлять опасность для создателей. Ну, естественно, запрет был нарушен. Тогда был введен новый запрет, который запрещал открывать людям научные знания. то есть говорит о том, что они тоже могут быть подобны им и быть создателем. То есть вкушать от древа познания добра и зла. Одна из семи групп ученых на Земле решилась нарушить это правило и открыть людям доступ к своим базам данных. Узнав об этом, правительство инопланетян запретило дальнейшие эксперименты, отозвало своих ученых, а нарушителей закона приговорило к пожизненной ссылке на заселенной ими планете. И правительство сказало, ну, раз такие ваши люди добрые, такие позитивные, пусть они вас и кормят, и посмотрим, как они будут с вами жить, не пытаются ли они повернуть против вас. Именно отсюда в религиозных книгах появились записи о жертвах, которые люди должны были приносить своим создателям. Сыльные ученые стали брать в жены человеческих дочерей, о чем напрямую говорится в книге Бытия. Их дети приспособились к земной атмосфере и очень быстро перенимали знания своих отцов. И тогда на родине ученых было решено уничтожить потенциально опасную планету вместе с бунтарями и их детьми. Но были и те, кто поддерживал стремление коллег создать на земле новую и развитую цивилизацию. Создатели ссыльные были предупреждены другими ученами, которые вернутся с планеты, чтобы те подготовили сохранение всего биологического материала перед уничтожением. Но и в ковчег является космическим кораблем, в который были помещены на самом деле пробирки. Каждый тварь по паре, то есть клетка мужской и женской космоса. Ковчег возвысился над землей, он был выведен на орбиту, были существованы взрывы наподобие ядерных, очень мощные. Это такие, что континент просто перевернулся и раскололся на несколько, ну как мы сейчас знаем. То есть было несколько ударов, которые превратили единый континент в то, что мы знаем сегодня. ученые ученые подсчитали, все континенты Земли действительно можно как пазлы сложить в единый материк. На древних картах он помещен в район Северного полюса и называется Гипербореей. В центре материка располагалась мифическая гора Меру. Реки разделяли его на четыре части. Древнеримский ученый Плиний в книге «Естественная история» пишет «Страна эта находилась вся на солнце с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем». Северным полюсом планета была наклонена к Солнцу. Соответственно она крутилась по спирали относительно Солнца, а Солнце в свою очередь ходило по небу не как сейчас утром встает а вечером садится, а оно целый год стояло на небе и ходило по спирали по убывающей. Если мы посмотрим на Фесский диск, то мы увидим на одной стороне Фесского диска Солнце в центре находится. Потом, значит, по мере раскручивания спирали, в которой, кстати, разделена на 36 сегментиков, это можно предположить, что каждая декада по 10 дней. Если посмотреть на Фесский диск к другой стороны, перевернем, то мы заметим, что Солнце, которое было в центре, на другой стороне находится уже с краю. То есть, что косвенно подтверждает, что разговор идет о времени, как бы, о движении Солнца по небу. Такие сведения существуют только в самых древних преданиях. Гигантский взрыв расколол материк на 6 огромных частей. Расплавленные недра вырывались на поверхность, разметав части гипербореи по всей планете. На тектонической карте мира они хорошо видны и поныне. Вот эта тектоническая плита, она практически идентична вот этой тектонической плите, которая заместила залив Северно-Ледовитого океана. Подтверждаю, что платформа приехала в Сибирь, озеро Байкал. Во-первых, значит, есть такой байкальский хребет, город называется, который, если вообще посмотреть на него с космоса, то мы увидим, что вот эта тектоническая плита, как бульдозером, навернула перед собой этот горный хребет. Дополнительным аргументом в пользу этой версии является современная биосфера. Морские котики и эндемические виды рыб на Земле встречаются только в двух местах. В Северном Ледовитом океане и в озере Байкал. Никаких водных путей между современным Байкалом и морем не существует. Значит, до уничтожения Гипербореи они были единым целым. Рыбы и морские животные смогли выжить во время катастрофы. Образцы ДНК других земных созданий были помещены в космический корабль, который Библия называет Ноевым ковчегом. На нем мятежные создатели спасли образцы своей многолетней работы. Он был выведен на орбиту, где пробыл 150 дней, в течение которых элохимы устранили вредную радиацию и потом уже спустились к земле, выпасили голуби, животных, чтобы они вышли на поверхность проверить, насколько это все работает. Все сработало. Из запасов генетического материала были вновь сделаны птицы и животные. Воссозданы люди. Вот только их срок жизни и способность к восприятию информации были значительно уменьшены, дабы больше не пытались превзойти своих создателей. Вместо этого человечеству был выдан свод правил. Их соблюдение обеспечивало нужное направление в развитии цивилизации Земли. На горе Синаи произошла передача Торы, передача знаний простейших, которые бы помогли евреям, которые тогда были очень примитивны, и вообще занимались чуть ли не людоедством, помогли бы им обрести простые знания гигиени, хотя бы, о том, что можно, чего нельзя. Важно было немножечко сделать дистанцию между лохими людьми, чтобы люди все-таки побалились приближаться. Поэтому сделал полуфейерверк, то есть вот эта клесница небесная, то есть столб дыма, огня, то есть фактически приземление космического корабля. Разрушение стен древнего города Иерихон, которое описано в Библии, объясняется применением ультразвука. Падавшие на врагов камни точечная бомбардировка, а испепеляющие лучи использование лазерного оружия. Одно из технических приспособлений описано в Библии детально. С его помощью перемещались и охранялись данные Моисею скрижали с заповедями. Господь завещает, то есть инструктирует Моисея буквально на горе, чтобы он сделал ковчег завета. И он ему очень подробно рассказывает, как этот ковчег завета сделать. Этот ковчег весь из золота, на золотом постаменте, на столбах с серебряными цепями. Из инструкции следует. Ковчег завета состоял из трех ящиков. Внешнего золотого, среднего из дерева акации и внутреннего опять из золота. Вот как описано в Библии крышка ковчега. Сделай крышку из чистого золота. Длина ее два локтя с половиной, а ширина ее выдавшимися из крышки сделай херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями. Покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. Золото один из самых тяжелых металлов. Современные исследователи подсчитали, одна только крышка такого размера должна была весить две с половиной тонны. Общий же вес ковчега составлял более двух тысяч девятисот килограммов. Получается, каждый из четырех жрецов нес не менее семисот сорока килограммов. Очень подробное описание изготовления конструкции ковчега, а самое главное, очень подробная инструкция жрецам по тому, как с этим ковчегом надо обращаться. Они очень здорово напоминают технику безопасности. Инструкция предписывала носить святыню посредством продетых в кольца деревянных шестов. Каким же образом четыре земных человека могли переносить три тонны на сотни километров? Ковчег обладал свойством левитации. Он сам парил над землей. Не случайно переносивших ковчег служителей Библия называет левитами. В описании странствий евреев по пустыне сказано, что ковчег сам нес тех, кто нес его. Перевозить ковчег завета категорически запрещалось. Единственный случай, когда святыню водрузили на повозку, закончился трагедией. Молнии поразили тысячи людей. Если повторить подробно все вот это, что описано в Библии, сделать такой ковчег с двумя херувинами, обращенными лицом друг к другу, со всеми столбами, цепями. И получается следующая картинка. Вот он на повозке. Валы эту повозку везут. Вы представляете, это великолепная динамическая машина. Он заряжался, и происходил разряд, конечно, очень сильный. Поэтому, когда его захватили и привезли в телеги, и привезли в город, и там погибло 50 тысяч жителей. Ну, просто написано вообще, был такой мощный разряд. Все чудеса демонстрировались людям с одной главной целью, заставить их поверить в высшие силы и навсегда выбить стремление стать равными. Только так элохимы могли обезопасить свою цивилизацию от незрелого человечества. Насчет возникновения Земли, она создана была теми, кто разрабатывал вот как раз объекты для испытания наций различных. Земля была впервые создана в рамках созвездия Ориан, а мы его называем почему-то Орион. У Земли было раньше другое солнышко. Была звезда Бетельгейзе. Когда она потухла, это время решили ее перебазировать к новой какой-то звезде. Дамаклов меч упал на наше солнышко. С помощью непостижимых для нас технологий могущественного едивода Земля была доставлена в солнечную систему и закреплена на самой подходящей для жизни орбите. После этого на орбиту Земли была установлена Луна. Техническое приспособление для преобразования энергии. В послании Сулуня нам приведен этот рисунок с подписью возникновения жизни на Земле. На этом рисунке звезда будем считать это наше солнце, Луна непосредственно и Земля. На Земле росточек который произрастает после того как какая-то энергия передается на Луну от Луны отражается попадает на Землю. Подписи везде жизнь и луч видите как чтобы с какого-то семени проросло растение. Дальше направление двойной связи которая существует между Луной и Землей то есть эта цепочка связана непосредственно если бы не было Луны никакой жизни на Земле бы не было. Именно на Луне находится база создателей Земли. Эксперимент рассчитан на 20 тысяч лет. Его цель выведение совершенного человека и заселение им других миров. Правда пока человечество далеко от совершенства. В этом послании сказано ваша наука слаба вы не постигли ни один закон природы. Вход в недра строго воспрещен карается вселенской смертью. Это намек на то что нельзя добывать нефть газ уголек. Нужно искать новые источники энергии которые можно брать без проводов не опоясывать землю. нужно летать и ездить без рельс у которой вот для нашего железнодорожного транспорта без летательных аппаратов которые берут допустим 100 тонн горючего чтобы перевести сотни человек на какое-то расстояние. Над нашими головами летает НЛО которые горючее не берут. За ходом эксперимента в лаборатории Земля наблюдают представители создателей. Владимир Замарокко уверен рядом с нами существует еще одна великая цивилизация. От людей ее скрывают воды мирового океана. Этих представителей которые из подводной цивилизации Земли мы на Земле называем богами а они на самом деле представители создателей и объектов и цивилизации и фауны и флоры. Интересно что с наблюдателями и руководителями эксперимента по совершенствованию нашей цивилизации человечество хорошо знакомо. Всех их можно увидеть на картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Художник написал ее примерно так же как украинские девушки Ирины получили послание. Леонардо да Винчи когда рисовал эту картину практически его руками рисовали картину он даже не знал что рисует никакого там апостола нет в центре сидит руководитель группы которая наблюдает за развитием земной цивилизации называем его бог Ефим Христ шестая слева если читать на этой картине богиня Катарина владычица всех тайн не апостол а богиня женщина дещатый на этой картине богиня Варвара владычица истинных знаний на этой картине «Тайная вечеря» которую мы называем рассматривается вопрос что же делать с нашей земной людской цивилизацией одна группа которая говорит что из земной людской цивилизации нашей можно сделать человеку разумных руководить ей Ефим Христ бог Петр Владимир вторая группа бог Сатан а мы почему-то Сатаной называем он не верит что можно что-то земной нашей цивилизации что-то сделать существенное итог того совещания известен человечество признано способным к развитию и восприятию добродетели в ближайшей перспективе пересмотр всех открытых ранее законов физики которые позволят найти мощные надежные а главное безопасные источники энергии а дальше все по плану создателей расселение на соседние планеты и освоение других галактик лог лог и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...